У кого-то уже, а у кого-то совсем скоро, выходит PlayStation 5 вместе с ремейком одного из самых важных эксклюзивов PS3 — Demon's Souls. Нам самим пока не удалось потрогать долгожданный ремейк от Bluepoint Games, но, судя по отзывам коллег, там всё очень даже хорошо. Да и о новинке вам и без нас расскажут, а вот мы же хотим сегодня с вами поговорить о том, почему же оригинальный Demon's Souls был так важен. Как у молодого геймдизайнера вышло создать новый поджанр экшн-рпг, как сама игра была заранее признана провалом боссами студии, ну и, конечно же, поговорим о том, за что же эту игру полюбили в своё время. Вы смотрите канал XDelight, давайте разберёмся. История начинается ещё в детстве Хидетака Миядзаки. Он очень любил читать, но частенько выбирал книги, которые были слишком для него сложны. Хидетака ещё банально не знал части иероглифов, и многое в нравившихся ему книгах приходилось додумывать. Именно это он и реализует в Demon's Souls много лет спустя. Сюжет, подаваемый намёками и обрывочными фразами. Никто не расскажет всю историю, и игроку придётся фантазировать, домысливать остальную картину мира прямо как маленькому Миядзаки. Тут, кстати, надо вспомнить ещё одну забавную ситуацию, связанную с этой деталью его детства. Много лет назад, когда у него брали интервью, и он рассказал об этом западным журналистам, его либо неправильно перевели, либо решили адаптировать его ответ. Но в итоге, среди очень многих фанатов его творчества, закрепилась версия, что читал книги он на английском, и из-за слабого знания языка он не всё понимал. В реальности же, он читал всё-таки японские книги, но из-за сложности алфавита удавалось понять не всё, что, впрочем, юного Хидетаку не останавливало. На самом деле, его биография способна мотивировать многих, не бояться меняться самому и, в частности, искать свой путь в жизни. До 29 лет Миядзаки вообще никак не был связан с игровой индустрией. Он работал обычным менеджером в IT-компании. Эта работа ему не особо нравилась, но с точки зрения японского менталитета, это вполне себе норма. Но всё изменилось, когда он поиграл в Айко. Игра от Фумита Уэды открыла ему глаза на видеоигры как вид искусства. Тогда он и решил сменить профессию на гейм-дизайнера, устроившись на работу в From Software. До Demon's Souls Хидетака успел поработать над серией Armored Core и даже руководил разработкой четвёртой части. В это время From'ам на волне популярности Oblivion Sony дали заказ на японскую версию TES. Тем более, что у студии за плечами было четыре части Kingsfield. В наших краях о ней мало кто знает, но по сути, это были RPG от первого лица про исследование подземелий. Но, несмотря на такой бэкграунд, дела у разработки Ответа Обливиану шли плохо. Настолько плохо, что студия на игре поставила крест. Поэтому, когда Миядзаки вызвался взяться за проект, при этом одновременно работая на Armored Core 4, никто особо не протестовал. Если бы Demon's Souls провалилась, ему бы ничего особо не было. Проект уже был большой неудачей для From Software и Sony. В итоге, игра не стала суперхитом, но как минимум не принесла коммерческих убытков. Кроме того, она получила определенное признание, а теперь и вовсе считается одной из лучших игр на PlayStation 3. Впрочем, если бы тогда на проекте уже не был поставлен крест и бюджет на рекламу был бы побольше, то сейчас, возможно, мы бы играли не в Dark Souls 3, а в триквел Демонических душ. Тем не менее, стоит сказать спасибо, что проект тогда вовсе не прикрыли. И отдельное спасибо GameSpot, что в 2009 году дали игру Года Демонам, познакомив тем самым с неприметной японской игрой огромную аудиторию. Да, на тот момент большинство изданий игру и вовсе решили проигнорировать. Итак, прежде чем мы начнем разбираться, чем именно подкупал игроков Demon's Souls, давайте утрясем немного терминологию. У многих до сих пор есть некоторое сомнение, правильно ли выделять Souls-like игры в отдельный жанр. На самом деле и да, и нет. Все-таки как соулсборны, так и игры, похожие на них, это экшен-рпг. Старый и довольно разнообразный жанр. Но вот выделить в нем поджанр Souls-like игр вполне допустимо, тем более, что сам факт наличия огромного количества игр в этом поджанре уже прочно утвердил это понятие. Хотя некоторые отмечают, что игры From Software это просто экшен-рпг с элементами метроидвании или рогаликов. Да и назвать поджанр в честь игры как-то претенциозно. Ну так вот, хочу задать вопрос этим людям. А название поджанров Метроидвании и Роуглайк вас не смущает? Термин Метроидвании появился из сложения названий серии Метроид и Касселвания, а Роуглайк буквально переводится как похожее на Роуг, старенькую игру, популяризировавшую жанр. Ну и стоит отметить, что Демон Солсы и последующие игры, хоть и имеют определенные элементы вышеозвученных жанров, но исключительно лишь элементы. Например, Метроидванию по определению нельзя пройти со стартовым снаряжением. А вот в душевной серии, то и дело, безумные стримеры пробегают игру голым персонажем. Да и с точки зрения Роугалика тут почти что нет рандомных локаций, и после смерти начинать с самого начала тоже не приходится. Что же такое Демон Солс? По сути, это обычная, по большей части, однопользовательская экшен-РПГ с относительно линейным миром. У нас есть условный рыцарь или маг, сильный удар, слабый удар, блок и перекаты. Но все это лишь на первый взгляд. Однопользовательская игра может внезапно смениться ожесточенной ПВП-битвой, когда к вам вторгнется какой-то игрок с недобрым намерением. Ну или же, например, когда вы сами позовете на помощь другого игрока, чтобы убить босса. И это даже не говоря об асинхронном мультиплеере, позволяющем видеть места смерти других игроков с демонстрацией их последних мгновений, или таинственные надписи на земле, оставленные игроками. Причем писать свой текст нельзя. Приходится составлять фразы из доступного списка, что дополнительно усложняет понимание друг друга. Но если учитывать, что в послании может быть написана ложь, я понимаю, что для многих сегодня это уже известная формула. Но тогда подобные механики просто взрывали нам мозг. Ну да ладно, что у нас там дальше? Линейные миры? Ну в каком-то смысле так и есть. Нам нужно собрать души архидемонов, чтобы перейти к финалу. В этом смысле игра и в самом деле линейна. Но при этом каждый из пяти миров разделен на несколько этапов. Чекпоинты костры? Да, в демонах костров нет, но это устоявшееся выражение. Так вот, чекпоинты костры расположены в начале локации и после босса. А сами локации здоровенные, наполнены кучей враждебных существ. Иногда против игрока выступает и само окружение. Будь то обрывы, яд или обстрел с воздуха. Ну или же дракон, летающий туда-сюда и поджаривающий всех на пути. Конечно, возможно вам повезет и вы с первого раза пройдете локацию, соберете какой-то лут и даже с первого трая убьете босса. Возможно. Но скорее всего вы умрете. А потом еще раз. И еще, и еще, и еще. Много-много раз. И вот тут нам пригодится исследование уровней, нахождение тайных путей в духе Метроидвании. Это не только позволит сэкономить время на забег до босса и свое здоровье. Ведь вам не придется сражаться с ордой врагов. Но также это позволит вам найти ценный лут, сокрытый от вашего взора до этого. По самому дизайну локаций, Demon's Souls может вам очень сильно напоминать Dark Souls. Ну или же наоборот, в зависимости от того, во что вы сначала поиграли. Но разница все-таки есть, и она существенная. Во-первых, как я уже сказал, это костры. Их мало, и пробежать половину локации до следующего чекпоинта у вас не выйдет. Да, конечно, особо умелые игроки пробегают просто всю локацию до босса. Но гораздо чаще, куда выгоднее неторопливо исследовать всю зону и найти череду срезов, упрощающих твое продвижение дальше. Во-вторых же, это расходники. В демонах у нас еще не появился бесконечный эстус. Это, по сути, переносные аптечки, восстанавливающие свои заряды после посиделок у костра. Тут у нас была трава. Травы тут было много, как по количеству единовременно помещающейся в карманах, так и по типам. От самой простенькой, восстанавливающей чуть-чуть здоровья, до очень редких сортов травы, полностью излечивающих игрока и дающих дополнительные бонусы. И да, ситуация тут неоднозначная. Вам приходилось следить за своими ресурсами, потому как они конечны. И рано или поздно приходилось покупать у торговцев за огромные деньги, то есть огромные души, нужную траву. Либо же просто идти фармить. А траву вам фармить не понравится. Похожая механика была в Бладборн с лечащей кровью. Но там и цены были демократичней, и фарм был чуть проще и эффективней. Но при этом Демон Сулс награждал игрока, если тот хорошо играл. Ты правильно распределил траву, не умирал больше необходимого, значит молодец, тебе фармить не нужно. Ладно, эта награда сомнительная. Поэтому давайте вернемся к локациям и поговорим о внешнем виде. Сама игра была просто сносной. Некоторые моменты были плохонькие, некоторые же были довольно достойными. Но одна вещь явно запомнилась всем. Это арт-дизайн. Он до сих пор внушает уважение к работе художников и левел-дизайнеров. В ремейке же это все обмазали множеством деталей. И у меня просто нет слов, как круто выглядят старые локации в ремейке. Работа просто потрясающая. И тут, кстати, нужно кое-что оговорить. Мне безумно нравится Дарк Соулс, но сначала поиграв в демонов, ты явно видишь некоторые различия. Как будто в темных душах картинка стала грязнее, что ли. Чего только стоит храм штормов и катсцена, когда наконец-то прибывает босс. Комментарии тут, думаю, излишни. Вы и так все видите на футажах. Но все равно это лишь детали. Маленькие кусочки пазла, который складывается в единую картину. Картину с замыслами Ядзаки. Он давал игроку огромную свободу в тактике и способе прохождения, в подходе к прокачке. Да, всегда были какие-то более оптимальные пути. Но единственно верный вариант тактики никто искать не заставлял. Если вы не догадались, что пятка – это уязвимое место башенного рыцаря, никто вам не запретит расстрелять его из лука или забросать магией. Вы всегда могли поступить как-то по-своему и при должном умении выиграть. Но вот само это умение приходило через смерти. Иногда десятки смертей. Постепенно игрок понимал тактики врагов, наилучшие стратегии и уязвимые места боссов. И опять же, все могло быть иначе. Вы могли выбрать мага и легко пройти зону, где тяжеловесный воин застрял бы на долгие часы. И конечно же работает это в обе стороны. Сам Хидетака называл игру стратегическим экшеном, смешав систему классической РПГ со стратегическими элементами. И разработчики не пытались нарочно сделать игру сложной. Да, она потребует от игрока внимания, но причины для смерти всегда будут достаточно обоснованные. Например, «А что ты хотел? Ты же забыл убить лучников». Или «Ты вошел в комнату безосторожности, и тебя окружили враги». Если проанализировать и подумать, вы сможете пройти дальше, даже если у вас просто нет опыта в таких играх. Ну или же наоборот, даже при наличии опыта, вы застрянете, если не будете думать и изучать окружение. Безусловно, сегодня играть в оригинальный Demon's Souls уже не так приятно. Мы привыкли к немного более податливому геймплею в последующих частях. Оптимизация часто хромает, а мультиплеер и вовсе выключен. Но, как вы и сами знаете, к выходу новой PS5, Bluepoint Games сделали потрясающий подарок. Этот ремейк должен исправить некоторые недостатки оригинальной картинки и очень сильно исправит техническую сторону игры. Например, теперь можно кувыркаться в восьми направлениях, вместо четырех, когда ты держишь в фокусе врага. Насколько бережно перенесены механики, еще стоит выяснить. Как минимум, надо детально разобраться с механикой тенденций. В других играх студии от нее отказались в сторону ковенантов. Но это была интересная механика, изменяющая мир игры в зависимости от ваших действий, делая его более сложным или же наоборот более простым. В оригинале она иногда странно работала, особенно в мультиплеере. И теперь нам тоже предстоит выяснить, как ее перенесли в ремейк. Таких моментов просто уйма, но можно уже с уверенностью сказать, что игра удалась. Оригинальная игра в нашем сердце навсегда. Но и ремейк представляется как бережный перенос любимой игры на новые графические рельсы. Если же вам хочется, чтобы мы рассказали вам о ремейке поподробней, не забывайте написать об этом в комментариях и поставить лайк. Это нас очень сильно мотивирует. А на сегодня это все. Всем спасибо за внимание и увидимся завтра в новом ролике.